Даете ли Вы право на запись этого разговора и на его последующую публикацию? Да, даю право. Фамилия, имя, отчество, число, год, месяц рождения, где родились и где фактически проживаете? Парамошкин Дмитрий Алексеевич, 16.04.1998 года рождения. Родился в городе Соликам, Сапермский край. Фактический адрес проживания город Санкт-Петербург, проспект науки, дом 34. Состав семьи Вашей? Мама, папа, сестра. Не женат? Нет, не женат в полости. Скажите, пожалуйста, в какой школе Вы учились? Школа-интернат 576. Можете назвать несколько своих однокурсников, одноклассников? Да, он был Михаил Брулин, Бажин Василий, Лазовик Алексей. А классного руководителя? Фамилию не помню. Константин Дуардович, учитель химии. Хорошо. Можете рассказать, какая Ваша должность в армии, какое Ваше звание, где конкретно Вы служили? Служил в 205-й отдельной мотоцикловой казачьей бригаде, город Буденовск, Ставропольский край. Звание рядовой, должность разведчик. Как номер части Вашей? Номер части ВЧ-74-814. Как звали командира части? Командира части. Полковник Шандура, вроде как. Прямой Ваш начальник? Прямой. Им командир рот или... Командир взвода. Командир взвода, а Витокский Игорь Юрьевич. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, как Вы попали в Украину за несколько месяцев до этого? За несколько месяцев? А что происходило? Обычные полигоны были. У нас, получается, за пару дней мне позвонили, сказали, что мы едем на границу с Украиной, в город Армянск. Вот. Мы, получается, за день до этого грузили моталыги на шелон, на поездах. И через день отправились. Вы знали, что Вы в Украину едете? Или Вы думали, что Вы на границу? Я думал, что мы на границу. Мы и палатки, и все грузили, и полы. И уже, когда приехали в Крым, нам, получается, командир части сказал, что мы едем уже не на границу, а вперед туда, в Крым, сам заезжать. Вы знаете, что Крым – это тоже аннексированная территория? Да, знаю. Ну, окей, хорошо. Приехали дальше. Дальше заехали в Новую Украину, получается, в Херсонскую область 27-го числа. Да. Потом в Новую Каховку. Да. С Новой Каховки вот поехали до федеральной трассы, которая, ну, трасса идет Николаев. Да. Стояли там пару дней и поехали назад в Херсонскую область за мостами, понтонные мосты. Мы их сопровождали. А какие-то контакты были с местными жителями? Нет, не было. Вообще никаких? Передвигались только ночью. Передвигались только ночью. Сколько было у Вас машин в колонии примерно? И какие? Вот именно наш эшелон двигался. Два тигра спереди, два тигра сзади, четыре мотолыги спереди, четыре мотолыги сзади, техника РЭП, радиоэлектронная борьба, три мотолыги, шесть танков, не знаю, какие. Мотолыгами вы называете любые автомобили? Нет, это МТЛБ. Это гусеничная техника, она как тягач идет. Четыре КАМАЗа. Сколько людей всего? Триста человек было. Вы точно знаете, что было триста человек? Ну, эшелон, да, у нас было четыре вагона, там, по семьдесят человек в вагоне. Какое оружие у Вас было? АК-74 РМО. И спецоружие ВАЛ, АйсВАЛ. Что это такое? Ну, впервые его увидел, ну, я не знаю, как его даже объяснить. Бесшумное, бесшумное оружие. Четыреста метров у него поражение. Это снайперское что-то? Нет, она, нет, она не снайперская. Как автомат, у него только патронов меньше. Тоже у Вас было такое оружие? Да. Успели в кого-то выстрелить с этого оружия? Нет. АК? Нет. Для зрителей маленькая ремарка. Если я получаю, задаю эти вопросы, получаю ответы, это вовсе не означает, что я там верю, там, да, и так далее. То есть массовые повальные комментарии, ты не верь, там, и так далее, и так далее. Ребята, я всего лишь навсего, мы всего лишь навсего общаемся, да. Верить, не верить, это уже каждый себе там заключает свои, делает выводы. И еще раз Вас спрашиваю, Вы же добровольно со мной сейчас общаетесь? Да, добровольно. Никакого вообще давления на Вас не оказывало? Нет. Не оказывало. Хорошо, далее что было? Вот Вы едете в Украину. А, получается, мы вернулись в Херсонскую область за мостами, Антону, и поехали вперед. Также этот путь проехали, проехали федеральную трассу и поехали дальше. Получается, доехали до села, я не помню название, но там было сельское хозяйство Прометей. Там мы и остановились. Понтонные мосты поехали с другой группой уже. Что Вы думали в этот момент? Думал, как уехать назад домой. Почему? По нам обстрел начался. Нет, до обстрела что Вы думали? Вот вы ехали, что Вы думали до обстрела? До обстрела нам говорили, что все мирное население, его нет в Украине. Мирного населения нет в Украине, правильно? Ну, как бы, города уже все захвачены. Мы как ехали, как миротворцы, базу ставить в Николаеве. И то, что нам говорили, что Николаев уже захвачен. Наша задача была, главное, это приехать в Николаеве и поставить базу. Миротворцы, в чем заключается миротворческая Ваша миссия? Честно говоря, я сам не знаю. Ну, я поэтому Вас спрашивал, Вы когда ехали, Вы думали, что все захвачено, Вы просто едете, ставите базу и все? Да, у нас, потому что телефоны все забрали на границе. И даже связи не было, посмотреть ничего не было. Но Вы не подозревали в тот момент, что Вас никто не ждет в Украине? Нет. Вы думали, что Вас все ждут и все хорошо? Я думаю, нейтрально относятся. Люди отдельной страны могут нейтрально относиться к людям совершенно другой страны, которые заехали к ним на танках с пулеметами и автоматами. Правильно? Так? Ну, представьте, в Россию заехали, украинцы на танках с пулеметами и так далее. И вот сейчас мы с Вами поменялись местами, да? Я Вам задаю, и Вы мне задаете такой вопрос, что ты думал, когда ты приехал в Россию? Я тебе говорю, я думал, нормально люди нейтрально относятся. Как бы Вы на это посмотрели, вот на такой сюжет? Ну, я бы, да. Думаю, когда приезжали там некоторые деревни, там люди махали, сигареты давали воду. Негативно к нам не относились. Как Вы думаете, они могли Вам давать воду и сигареты просто потому, что Вы вооружены до зубов и просто потому, что они Вас боятся? Ну, возможно, не отрицают, да. То есть Вы Украину вообще за страну как бы не считаете, да, я так понимаю, за какое-то отдельное государство? Мы считаем. Ну, при этом Вы считаете, что можно спокойно ездить у нас и Вам все нейтрально относятся и все хорошо, да? Нет. Так как Вас понять, в конце концов, Вы вообще, ну, на данный момент что-то для себя поняли из всего произошедшего или Вы до сих пор считаете, что к Вам здесь все нейтрально относятся, хотят дать Вам воду, сигареты, покушать и, в общем-то, все хорошо? Нет, я понял, что Украина – это отдельное государство, то, что она уже давным-давно как бы состоит в Европе, то, что у них лучше все тут, у них… Это Вас заставит кто-то сейчас сказать, что Вы тогда то, что Вы мне сейчас говорите или что? Нет. А что, значит, в Европе, откуда Вы поняли, что мы давно в Европе? Ну, я разговаривал. С кем? Ну, с капитаном. У меня этот… как он говорил… Фамилии есть здесь? Нет, не фамилии. Он тоже допрашивал меня. Он мне рассказывал, что у них лучше, у них и получается то, что по паспорту они могут в любую страну в Европу выехать на них. А раньше Вы не знали, что украинцы могут в любую страну по паспорту выехать? Нет. Ну, мы географически в Европе, политически пока еще нет, но безвизовый режим, конечно, у нас есть. Да, я живу очень удобно. Да, я живу. 90 дней мне говорили. Хорошо, вообще общее впечатление. Вы же ехали кого-то здесь динозифицировать, насколько я знаю. Я не знаю. Какого числа Вы выехали из России? 23-го. А, 23-го. Значит, Вы заявление Путина, наверное, так и не услышали до сих пор, да? Зачем Вы сюда едите? Не услышали. Хорошо. Как Вы попали, как Вас там начали обстреливать к этому ближе? 5-го числа ночью, с 5-го на 6-го начали обстреливать с минометов, с авушек и мы, получается, переезжали из одной лесополосы в другую. Ну, цель была Николаев. Вы уже поняли в тот момент, что Вас не ждут в Николаеве, чтобы Вы там просто поставили базу, чтобы оказываться в скорости времени? Да. И поэтому многие люди хотели домой. Так? И что? Они что-то говорили и делали для этого? Ну, хотели уехать, но то, что у нас, то, что мы уже были 5, ну, сколько? С 27-го по 5-е у нас эти, навигации не было, как уехать назад. У командира только было ли он по нему. Ему приказ только вперед был. И он говорил, если Вы хотите назад, сдавайте оружие, бронежилет и идите. Без всего. И как Вы на это отреагировали? Никак. Уехали за ним. У нас выбора не было особо. То есть не было мысли, что Вы можете действительно все это сдать, выйти просто сдаться? Могли нас также с минометов убить и так просто убить. Без всего. Ну, видимо, Вы еще просто были не в курсе. У нас те, кто и люди идут сами сдаваться, никто никого не убивает. Ну, это я знаю, да. Я сдался сам, потому что меня оставили. Получается, с 10-го на 11-го я стоял в наряде. Получается, с 8-ми вечера до 12-ти. Так. Я там пошел в окоп спать. И на утро проснулся, не было уже никого. Как это? Как это? То есть как это? Не было никого? Уехали без меня. А у Вас там не идет какой-то расчет, пересчет перед тем, как Вы выезжаете или что-нибудь? Особо не было. Если стреляли по нам, то, получается, я три дня по лесополке ходил и потом увидел эту желтую копейку в лесополке и пошел к ней. И, получается, там уже были разведчики украинские. И сдался им. И все. Я прошу прощения, еще раз. Вы стояли в наряде? Ну, в патруле. В патруле, да. И Ваши просто уехали и Вас забыли? Да. Он пошел в окоп спать. Ну, я понял. После наряда. А потом они все уехали. А есть слоган в Вашей армии, своих не бросаем? Так они так и не бросили уже, забыли. А, это забыли. Конечно. Ну да, так же. Не бросили? Угу. Или бросили? Да, я не знаю, как это называется. Так бросаем своих или не бросаем? Своих вообще не бросают. Вообще не бросают. Но Вас? Оставили. Просто забыли? Угу. Ну, бывает. Ну, я был просто прикомандирован, они меня даже толком не знали. Ну. То есть толком и не свой-то, по сути, да, получается? Угу. Окей, давай позвоним. Алло. Алло, мам, привет. Берите в руку. Алло. Да. Привет, мам, говорю. Привет. Как у Вас дома? Хорошо все? Да. А ты где? На Украине. В тюрьме. Да. Дима, Дима. Что там? Все нормально? Да, нормально. Алло. Алло, алло, да. Да, говори. Как у Вас там все? Нормально все у Вас? Дима, я даже говорить не могу. У меня просто сердце. Развернули. Зачем? Я не знаю, когда Вас выпустят. Чего говорят? Я не знаю, когда нас выпустят. Ну, а что говорят? Не знаю, переговоры ждут. Сегодня вроде как переговоры. Вчера будет переговор. Ну, их же не подписали. Нет, ничего не подписали. Ничего нет. А? Дима. Я не знаю. Да, да, да. Все кормит, поет. Все хорошо. В каком ты городе, типа? В каком городе? В каком городе? Я не знаю. Я не знаю, мам. Я не знаю. Если Ваша мама не хочет, чтобы сюда Ваши кинули ракету, на Вас лучше не говорить. Он что говорит? Я не знаю город, мам. Я не знаю, мам. Да, знаешь. Скажи, что у мамы в сердце упал. Уже у меня на таблетках все на ситье. Господи, пускай меня отпустят тебя. Можете спросить, как мама Ваша себе это представляет? Что у нас это представляет? Я не знаю. Вообще понимаешь, что вы военно-пленный? Пожалуйста. Мама, я военно-пленный. Как ты это представляешь себе? Не знаю. Если только обмен. А обмен должен быть с двух сторон. Соглашенный. Он ничего не делает. Я уже здесь в детстве не в один. И я не знаю, он пока ничего не делает. Да, видео сможете посмотреть. Есть телеграм-канал еще из своих. Если хотите, я могу сказать просто. А, есть телеграм-канал и ищи своих. Вот там вот можно найти. Там это видео будет. Мы все там видели прекрасно. Там будет видео, скажи. Там вот это видео будет со мной. Там есть, мы видели. Сейчас. Сегодняшнее видео. Мы все это видели. Ага. Можете спросить, зачем россияне пришли уливать Украинскую? Это нет. С какой целью? Спрашивают, с какой целью Россия пошла войну на Украину. Скажи, пожалуйста, чтобы мы никуда не шли. И ты никуда не шел. Ты был просто военнослужащий. Никто не знал. Если бы мы знали, мы даже в эту армию укрепанную бы не пошли. Никуда бы не пошли. Никто их никакой бы не хотел. Поговори про семью. Ага. Как папа? Как Лиза? Я тебе говорю, папа, на таблетках. На таблетках. На таблетках. На таблетках. Лиза тоже. Все ребенок. Каждый день. Каждый день. Ребен просто. Уже не знаю куда. Какие-то клетки уже не в жильяже помещали. Распокаливающие. Это кошмар какой-то. Я только знал, что там все получится, Господи. А как вы думали, получится? Пустят. 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 Куда-то. Просто не домой. Окей. Все заканчивается. Ладно, мам. Пока. Скажу, что с тобой нормально. Да. Мам. Со мной нормально. Со мной все хорошо. Не переживайте сильно. Все-таки как бы там ни было, но... Так за что россияне пришли убивать украинцев? Или вы будете это отрицать? Да, я не знаю. Почему вы плачете? Я никогда не слышал голоса. То есть вы плачете из-за того, что вы поговорили с мамой? Мы не оказывали давление, не заставляли вас говорить с мамой? Нет. Все нормально. Я понимаю. Ну, я просто... Тут у нас YouTube очень сильно относится к этому серьезно. Мы плохое что-то сделали, что мы дали позвонить вам? Нет. Мы хорошее что-то сделали, что мы дали позвонить? Да. Это хороший поступок? Да. То есть это не давление никакое, ничего. Окей. Хорошо. Ну и все же. Вы пришли на территорию чужой страны. С оружием. Вы же готовы были убивать людей, правильно? Нет. Ну как же нет? Не открывали огонь ни разу? Нет. Я бы его потом не выстрелил. Если бы вы знали наперед все, что бы вы сделали? Я бы не поехал. Под каким предлогом вы бы не поехали? Не знаю. В больницу слегали. Сломал бы, если что-нибудь. Уехал бы домой и в Петер. Я бы ему все говорю, что действительно, не такой же, Ставьте лайки, что вы можете передать тем, которых сейчас отправляют в Украину? Отказывались. При любых обстоятельствах. Оно того не стоит. 17 тысяч уже погибло. Просто. Оно того не стоит. Можно вопрос такой? Как вы думаете, ваш президент он вменяемый человек вообще? Ну ведь все от одного человека происходит, правильно все решения вашего президента. Можно ли винить конкретно его во-первых в том, что произошло, в том, что происходит? Завинить его? Ну да. Ну кто-то должен быть виновен во всей ситуации, которая происходит. Вот кто в ней виновен? Все правительство Российской Федерации. Явно не он один решил это все устроить. Да вот судя по вашим брифингам, именно он один. Ну окей, все спасибо. Так, забыл спросить, да, спрашиваю. Инстаграм, контакт, страничка в инстаграм, дима флеш, да, дима нижнее подчеркивание, флеш 3 семенки. 3 семенки, видно. Вот, из самого инстаграма, ну тут я смотрю у вас просто какие-то обычные фоточки, да. Тут ничего военного нет. Но как-то повеселее вы были тогда. Повеселее. Смотрите, друзья, ребята, вот сидите, все. Вам надо было это все вот это вот? Нет. 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 �강. Да. На самом деле это много брифинг. Продолжение следует...